Глава двадцатая. Козлища. В козлищах примечается гордость, так как ходят все больше по высоким и крутым местам, а часто и на здания восходят. Так и злые люди гордятся и высоко возносятся. Козлища всегда стараются в стаде быть впереди. Так и злые люди всегда хотят над другими начальствовать или быть на первом месте. Козлища, когда их влекут, куда или бьют, не молчат, а кричат. Так и злые люди, когда их наказывают, не терпят, а ропщут, а часто и хулят, какая де моя вина, чем я согрешил и прочее. Козлища издают некий особый смрад. Так и злые люди смердят злонравием и беззаконной жизнью. Примечай, христианин, сходство козлищ и злых людей, и помни, что написано об овцах и козлищах. И соберутся пред ним, Христом Царем, все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. От Матфея 25, 32-33 Исправляй себя покаянием и молитвой, да будешь овца Христова, да не явишься, как козлище, тогда, когда отделятся добрые от злых, как овцы от козлищ. Продолжение следует...